Евразия. Самый большой континент нашей планеты. Эти бескрайние степи и могучие горы еще тысячи лет назад стали колыбелью тюркского мира. Я Самат Толыгбай, журналист и исследователь. Я иду по следам общих предков, по следам тюркских племен и народов, которые, уходя из наших степей в разные стороны света, зародили великую кочевую цивилизацию. Тескулов Номац. Изучая прошлое, созидать настоящее, чтобы строить будущее. Моё путешествие по удивительной стране Азербайджану продолжается. Мне нравится все. И бакинская погода, и приветливые горожане, и богатейшая культура. Думаю, вы со мной согласитесь, что любой путешественник, приехав в новую страну, старается обязательно познакомиться с национальной кухней. И я не исключение. Сегодня я решил полностью погрузиться в ароматный и вкусный мир азербайджанской кухни. Национальная азербайджанская кухня имеет многовековую историю. Первые люди появились здесь еще в эпоху раннего палеолита. Они занимались собирательством, охотой и рыболовством. Жизнь и быт первобытного человека сохранили петроглифы Губустана. Это историко-художественный заповедник с тысячами наскальных рисунков. Интересно, что на одном из камней запечатлена схема разделки туши животного. Примерно так же, спустя тысячелетия, разделывают мясо современные повара. А это городище Гёте-Пе. По данным археологов, неолитическое поселение датируется шестым тысячелетиям до нашей эры. Это самый древний памятник оседлой жизни на Кавказе. Здесь, в керамической посуде, уже готовили еду. Так что Гёте-Пе – это полноценный человеческий очаг, где, возможно, появились первые блюда. Как и у всех народов, у азербайджанцев главным на столе всегда был хлеб. Издревле его считали бесценным даром богов. Испокон веков азербайджанские хозяйки пекут самый разный хлеб. Это юха, фатр, лаваш, сеньгах – всего не перечислишь. Все эти названия встречаются в средневековой литературе и исторических документах. В современном Баку горячий хлеб самых разных видов можно попробовать в любом месте. Например, в этих тандырных печах пекутся лепёшки. Здесь же готовят гутап. Это тонкий лист горячего лаваша. Его щедро обмазывают сливочным маслом и фаршируют зеленью и йогуртом. Это очень вкусно. А если гутап запить ещё и айраном – это местный солёный кефир. Так можно ходить сытым весь день. Азербайджанцы строго чтут все свои традиции. И кулинарные – не исключение. Яркий пример – эти каменные печи, установленные прямо у входа в ресторан. Здесь повар готовит мясо на раскалённых каменных плитах. И, конечно, я не удержался и принялся изучать кухню, что называется, изнутри. Для этого блюда используют говядину или баранину, а ещё очень много самых разных овощей. Получится эдакое жаркое на камнях. Говорят, древние тюрки именно таким способом могли себе быстренько сготовить еду. Причём безо всяких казанов. Был бы под рукой подходящий камень. Из-за дыма сильно слезятся глаза. Уж не знаю, как у этой жаровни выдерживает повар. Я же решил оставить это место. Но только потому, что меня и вас ждёт очень интересное знакомство. Этот человек на протяжении нескольких десятилетий занимается возрождением рецептов старинных блюд, развивает азербайджанское кулинарное искусство и открывает его всему миру. Знакомьтесь, профессор Тахир Амирасланов. Я бы назвал его самым настоящим патриотом. Автор целого ряда книг об истории и культуре азербайджанской кухни продолжает исследовать тонкости блюд, которые готовились и совершенствовались веками. И сегодня с богатым кулинарным искусством азербайджанского народа меня будет знакомить именно он. Здравствуйте! Здравствуйте! Как поживаете? Я приехал из Казахстана. Мы с нашими братьями всегда рады. Спасибо! Я приехал, чтобы поближе познакомиться с вашей традиционной кухней. Здорово! Без лишних расспросов Тахир Ага сразу решил приступить к делу. Здесь я сделал консультинг этого ресторана. Здесь была ничего, каша. И у нас больше 50 ханств в азербайджане было. Но все невозможно поставить. Здесь мы поставили 8, потому что места не позволяют. Здесь даже бакинское ханство, столица Азербайджана. Вы знаете, вот сейчас мы находимся в Баку. Это штандарт, флаг бакинского хана. Здесь все вот это ковры, все, что есть, сделано под бакинские орнаменты, бакинские ковры. Вот здесь наверху, если вы видите, вот это тоже сделано под бакинские орнаменты. Это все, каждое ханство. Это стало еще в свое время государством Шерваншахов, столицей. После того, что в Шамахе было землетрясение, столица перешла в Баку. И Баку – один из самых древнейших городов Азербайджана. Шеки, вы, наверное, там будете. Это очень красивый город, это шекинское ханство. Вот флаг, все орнаменты здесь. Вы знаете, что Шеки – это хан Сарай стал юнецкой вот недавно, да? Здесь все орнаменты, все сделано под Шеки. И в это ханство подается еда этих ханок. Слушая Тахира Ага, я словно погрузился в историю древнего Азербайджана. Прогуливаясь по красивому залу, можно изучить все регионы страны. Например, это ханство Гянджа. Сегодня это второй по величине город в республике. А посмотрите, что находится здесь. Невероятно красиво. Целый кукольный мир. Я бы назвал это азербайджанской этнографией в миниатюре. Говорят, примерно так выглядел быт людей в эпоху ширваншахов. Кстати, очень схоже с бытом казахских кочевников. Посмотрите, различная утварь, вот каменные жернова, такие же, как наши. Глядя на эту диораму, можно представить все разнообразие национальной кухни. Я поставил по всему миру очень много ресторанов. И когда я ставлю ресторан, в голову угла мы ставим не еду. Сначала придумывается философия ресторана, потому что рестораны призваны эксплуатировать чувство человека. Если ресторане подают только еду, это столовая. Хороший ресторан продает чувство и немножко еду. Средний ресторан – еду и чувство. А вот столовая продает только еду. Здесь эксплуатируются в этом ресторане исторические чувства, история Азербайджана. И меню наша история. И если когда попробовать, вы увидите, что это очень вкусная у нас история. Спасибо, я сегодня как настоящий хан отведаю ваших блюд. Но я бы хотел помимо этого и сам поучаствовать в процессе приготовления старинных блюд. Вы зайдете в нашу кухню, мы вам разрешим с ними вместе готовить. Вот, спасибо. Итак, приступим. Пора приступать. Кто хорошо ест? Правильно, тот, кто хорошо работает. Так что пойду готовить азербайджанские блюда. Сейчас мы будем готовить тюшпяря. Это пельмени. Особенность в том, что варить мы будем наши пельмени в самоваре. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Вы знаете, в Азербайджане нашли самовар в этом, как его, шути? При раскопках. Самовар 3700 лет. Это самый древний самовар на Земле. До этого считался египтский самовар, которому 2000 лет. Но чаю 2000 лет где-то. И не могла чай до нашей эры сюда прийти. Шелковый путь только в первом веке. А что делали в этих самоварах? В этих самоварах готовили супы. То есть в самоваре водно-воздушный баланс оптимальный. Поэтому экстрагирование веществ в водную среду оптимально получается. Поэтому чай из самовара более вкусный. Когда снизу огонь идет изнутри посуды и снаружи тоже. То есть получается оптимальный вкус. И этот самовар могли создать те народы, у которых нет много дров. Чтобы экономить на дороге. Чизяк бросился, ксал бросил там и так далее. И можно сразу же сварить какой-то суп, какой-то что-то делать. Очень высокий коэффициент полезного действия использования топлива. И поэтому первые самовары даже с одной стороны были или плоские, или немножко вогнутые вовнутрь. Чтобы можно было навичить на верблюда там и так далее, и так далее. Оказывается, самоварные устройства были известны еще в доисторическом мире. Азербайджанский прототип был изготовлен из глины. Этот самовар, воссозданный Тахиром Амирослановым, точная копия щекинского артефакта. Разница только в том, что эта реплика сделана из латуни. Все потому, что керамический самовар был бы менее практичным в ресторанном деле. Итак, именно в этом самоваре мы будем варить наши тюшпяря. Обещают, что будет очень вкусно. Охотно верю. Больше чем самовар, меня удивили размеры азербайджанских пельменей. Ну, очень миниатюрные. Хотя ингредиенты вроде все те же. Завернуть фарш в тесто размером с ноготок – дело нелегкое. И то, по мнению Тахира, у меня получаются слишком большие. У искусной хозяйки, оказывается, в столовую ложку должно уместиться не меньше десяти пельменей. В старину, говорят, таким образом определяли самых умелых женщин. Однозначно, для приготовления этого блюда необходимо очень, очень много терпения. Сколько таких мини-пельменей надо слепить, чтобы накормить одну семью, мне неизвестно. Вы посмотрите на эти размеры. Лепить получается только с помощью мизинца. Мне кажется, азербайджанские женщины очень терпеливые. Но обычно это блюдо готовят одновременно в несколько пар рук. Жены, сестры, снохи, бабушки, дочки, внучки собираются на кухне и за интересными беседами лепят тюшпара. По-другому это блюдо просто не приготовить. Кажется, мы достаточно налепили для одного самовара. Моя задача – заполнить топку самовара раскаленными угольками. Итак, мы поместили основу самовара на наши угли. Теперь в воду отправятся наши пельмешки. Кладу. В бульон мы добавили местных специй. Должно получиться очень вкусно. Теперь накрываем крышкой и ждем 15 минут. Этого времени достаточно, чтобы наши тюшпаря сварились. Следующее блюдо, с которым меня познакомят, называется мутянджам. Мутянджам – один из самых древнейших родов Азербайджана. В 19 веке из Гянджи обыгачьи рыбу не с нами описывает, про мутянджам пишет. Даже во всех дворцовых книгах до сих пор то, что пришло, повторяется мутянджам. И его разные виды по разной части Азербайджана готовят. Даже перешли к соседним народам и другие. Мутянджам готовится, видите, в основном мясо. Мясо может быть разное. Можно мутянджам готовить из курицы, из разных видов мяса. В основном используем баранина, каштан используется, масло, бекмез обязательно. И в бекмез, знаете, у вас тоже есть уваренный сок, или тута, или изюма, виноград и других фруктов. Мы все блюда готовим в каменных казанах. Я 4 года искал этот камень. Из него сделали, в нем нет радиации. Она ни от тепла, ни от холода не разрушается. Поэтому эти казаны уникальны, они тяжелые, можете держать на руках, посмотрите. Итак, мы приступили к приготовлению одного из стариннейших азербайджанских блюд. Нагрели наш каменный казан и растопили в нем сливочное масло и зажарили лук. Далее отправили в казан мясо, к слову, оно уже вареное. Цель – притомить баранину во всех перечисленных специях. Спустя 20 минут блюдо будет готово. А я пока пойду готовить десерты. Сейчас мы будем делать азербайджанскую пахлаву. Чаще всего ее мы готовим в Наурыс. Это один из ваших известных десертов, да? Да, тесто на пахлаву состоит из сливочного масла, сметаны, молока, яиц и муки. Видишь, какое мягкое. Да, очень мягкое. Для начала разделим наше тесто на маленькие кусочки. Два из них должны быть побольше, остальные одинакового размера. Наша пахлава будет состоять из 12 слоев. Из них две большие, а остальные маленькие. Так, обмазываем каким маслом? Сливочным. Хорошенько обмажем наш противень. Первый лист раскатаем потолще. Потому что он самый нижний, да? Верно. А остальные листы надо раскатать очень тонко. Все, понял. Листы расположим на противне, да? Да. Опять обмазываем маслом. Итак, каждый слой? Да. Каждый лист обмазываем маслом и посыпаем ореховой смесью. Давайте я попробую. Кажется, у меня получится. Хватит? Да. Теперь орехи. А какие орехи? Толченые грецкие орехи из сахара. На килограмм орехов – один килограмм сахара. Получится очень сладкая пахлава. Столько сахара. И у нас будет 12 слоев, да? Да, 12. Вроде все понятно. Далее дело пойдет быстрее. Что подать? Подать. Раскатаешь? Давайте попробуем. Вот, испортил, не успев начать. Подай мне другую. Мне кажется, лучше не вмешиваться. Все, не трогай. Масло еще надо? Вот и здесь испортил. К чему бы ни прикоснулся, везде порчу нежное тесто. Итак, мы выложили наши слои. Можно делать и больше 12, но никак не меньше. Правильно? Да, осталось раскатать самый верхний лист. Последний. Да. Его тоже потолще катаем, да? Да, раскатали. И выкладываем сюда. Кажется, я почти научился. Вернусь в Казахстан и открою мини-пекарню. Буду печь азербайджанскую пахлаву. Что скажете? Дай бог. Ну, у меня же получается. Равняем края. Да, отрезай. Сейчас. Собственно, тесто у нас готово. Что делаем дальше? Осталось порезать. Режем наше тесто. Ромбиками надо, да? Ромбиками. Субтитры сделал DimaTorzok Наша пахлава почти готова. Осталось поместить ее в духовку. После выпечки еще раз пройдемся ножом, далее зальем пахлаву сладким сиропом и топленым маслом. И через 20-25 минут наша пахлава будет готова. И я ее попробую, да? Конечно, попробуйте. Наша пахлава выглядит очень аппетитно. Хочется съесть ее прямо сейчас, не запекая, но придется потерпеть. Пока пахлава будет запекаться, я пойду познакомлюсь с еще одним десертом. Эти красивые девушки готовят еще одно украшение азербайджанского стола. Как называется этот десерт и как его готовят? Добро пожаловать! Спасибо! Наш десерт называется «Щикер бура». Тесто состоит из муки, соли, яиц и дрожжей. Из теста надо раскатать маленькие лепешки. А, вот такие у вас заготовки. Да, внутрь кладем смесь из орехов и сахара. И тоже получится очень сладко. Вот я взяла кусочек теста, с которого раскатаю маленькую лепешку. Таких небольших размеров, да? Да. Можно я попробую тоже? Посмотрите, этот десерт под названием «Щикер бура» очень похож на нашу самсу. Только внутри вместо мяса сладкая ореховая смесь. А еще «Щикер буру» украшают красивым орнаментом. Для этого есть специальные приспособления. И, кажется, у меня получится декорировать десерт, нежели раскатывать лепешки. Так что давайте я присоединюсь к вам, девушке. Покажите-ка, как вы это делаете? Это просто первое транс. Как я и предполагал, печатать орнаменты на этих печеньках очень легко. Я бы сравнил этот процесс с медитацией. Да и находиться рядом с такими красивыми девушками – одно удовольствие. «Щикер бура» готова. Ее мы тоже отправим в духовку вслед за пахлавой. Мне сказали, что правильная «Щикер бура» не должна зарумяниться. «Щикер бура» не должна зарумяниться. Сегодня я познакомился с рецептами нескольких блюд. Пора теперь их попробовать. Сегодня весь день провел на вашей кухне. Познакомился с несколькими видами национальных блюд. Но на этом прекрасном столе я вижу еще много других, мне неизвестных явств. Что это? Это у нас холодный стол. Вначале мы даем гостям в этом ресторане, обычным. Вот это мы делаем из всего и варенье, и соленье, и разные закуски. Вот это вы попробовали «Алча». Это «Айва». Это белые огурцы растут только в «Шикинской зоне». Вы там будете, там и белые кизилы растут. Первый раз вижу. Попробую. Посмотрим на вкус. Это помидоры. Это помидоры наши местные, известные, вы знаете. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Попробуйте. Пойдем там и так далее. Я с удовольствием. И вам приятного аппетита. Тахирога и его команда встретили меня по всем канонам азербайджанского гостеприимства, о которых слагают легенды. Интерьер ресторана, восточные мотивы, этот по-настоящему королевский дастархан и даже обходительный официант национальной одежды – все это создает атмосферу того, что я действительно нахожусь в ханском дворце, да и чувствую себя настоящим шахом. Сказать, что азербайджанская кухня мне понравилась – не сказать ничего. Все блюда меня по-настоящему покорили тонкостью своих вкусов, изысканными ароматами и, конечно же, глубокой историей, которую они сохранили в себе вместе со специями прекрасного Кавказа.